МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. На пороге новой экономической реальности в Санкт-Петербурге открылся 20-й международный экономический форум. Там работает наша съемочная группа. Дети отдыхают, учителя работают. Депутат Госдумы Алена Аршиновыч и боксарские педагоги обсудили проблемы образования за кругом столом. Проезд запрещен. На Троиту в столице Чувашии ограничат движение транспорта. В Санкт-Петербурге сегодня торжественно открылся международный экономический форум 20-й по счету. Его девиз на пороге новой экономической реальности. В работе форума принимает участие и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Уже сейчас в Санкт-Петербурге работает наша съемочная группа. Программу юбилейного 20-го форума разрабатывали более 200 ведущих экспертов России, Брежнева и Дальнего зарубежья. Участников ждет большое количество дискуссий в формате семинаров, круглых столов, деловых завтраков, теледегатов. Одна из основных тем – санкционный режим, его последствия и поиск новых экономических возможностей. Буквально каждый час на площадке подписываются десятки договоров и соглашений. Ожидается подписание соглашения между правительством Чувашия и агентством стратегических инициатив, а также с правительством Кировской области. Подробности по возвращению из Санкт-Петербурга. Сегодня депутаты Госсовета Чувашской республики большинством голосов определили дату проведения очередных выборов в местный парламент. Они состоятся 18 сентября этого года. Против проголосовал один депутат. Одобрив законопроект, парламентарии тем самым открыли выборную кампанию. Выборное законодательство совершенствуется и, наверное, нужно понимать федерального законодателя. Это действительно логичное продолжение, что приняли закон, федеральный закон о едином неголосовании. Все, теперь он законодательно установлен, утвержден. Освободившееся депутатское кресло Дмитрия Евсеева занял Игорь Нарышкин. Сегодня ему вручили удостоверение и значок народного избранника. Депутаты одобрили законопроект, регулирующий бюджетные правоотношения в республике, приводя местные акты в соответствие с федеральными нормами. Поддержку парламента получил и законопроект о муниципальной службе в Чувашии. В нем уточняются периоды замещения должностей, которые включаются в общую продолжительность стажа муниципальной службы. А также определяются периоды, которые учитываются при предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. Ранее порядок включения стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности для всех случаев устанавливался законами субъектов Российской Федерации. Теперь включение иных периодов в стаж муниципальной службы устанавливается законами субъектов только при подсчете стажа для назначения пенсии за выслугу лет. В остальных случаях периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, устанавливаются федеральным законодательством. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашии продолжают свою работу члены Советов по антимонопольной политике и защите прав потребителей. Накануне в Чебоксарах прошло совместное заседание. Его первые итоги подвели сегодня на рабочей встрече с премьер-министром Республики. По итогам прошлого года Чувашия вошла в десятку лучших регионов по уровню защищенности интересов потребителей. Результаты этого рейтинга были озвучены накануне заседания консультативного совета. Его участники отмечают, что в Республике создаются условия для эффективной работы товарных рынков и развития конкуренции. В рамках заседания обсуждались и грядущие изменения в антимонопольном и рекламном законодательстве. Необходимо оградить потребителей от недостоверной информации и ужесточить наказание за нарушение прав покупателей. Мы договорились в рамках двух советов эту работу продолжать и направить ее еще на большую защиту прав потребителей, обсудив в том числе ряды абсолютно конкретных вопросов, например, касающихся мелкого шрифта, как в самой рекламе, так и на упаковках различных товаров, с которыми потребитель сталкивается. И в силу того, что не может прочесть всю необходимую информацию, он полнотой такой информации не обладает. Мы рассмотрели широкий круг вопросов, касаемых и нормативов регулирования, и вопросы, касающиеся защиты прав потребителей при соблюдении принципов, новых принципов, которые недавно приняты в ООН. В работе консультативного совета принимают участие гости из-за рубежа. В Чебоксары приехали эксперты из Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сейчас страны постсоветского пространства вырабатывают единые правила работы на рекламном рынке. На рабочей встрече с председателем кабинета министров обсудили и перспективы сотрудничества. Мы думаем, что путем переписки и заключения дополнительных соглашений здесь открыть отделение торгового представительства и развивать торговое и химическое сотрудничество с Чувашей. Особенно по поставкам фруктов, овощей из столицы Таджикистана в Чуваши. Предложения гостей в правительстве Чуваши будут рассмотрены в ближайшее время. В Новосибирске состоялся форум «Единой России», посвященный развитию образования и науки. Одним из организаторов выступила заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова. В форуме приняли участие чебоксарские педагоги. В столице республики прошел круглый стол, на котором продолжили обсуждение важных тем. Директора школы и учителя обсудили конкретные проблемы, решение которых позволило бы улучшить учебно-методологическую подготовку, образовательного процесса. У педагогического сообщества регионов одинаковые вопросы. Вся документация ложится на администрацию. И когда сегодня мы говорим, что в тех школах, где заместители ведут методическую работу, где они помогают учить в новых технологиях, он должен быть освобожден от бумаги. Помимо предложения ограничить количество проверок, исследовательно бумажной волокиты было сказано и о необходимости ввести в практику проведение межведомственных совещаний с участием образовательных и надзорных учреждений. Педагоги обратили внимание и на ситуацию, когда прием в первые классы ведется по временной регистрации. Таким образом создаются искусственные преференции ряду школ, что недопустимо. Шла речь на круглом столе и о работе дошкольных учреждений. Большинство участников опасаются, как бы в погоне за количеством не потерять качество. Между тем, Алена Аршинова напомнила, что с этого года в Чувашии начнется массовое строительство школ. В сложившихся условиях наиболее остро стоит проблема нехватки кадров. Решить этот вопрос достаточно просто, считают педагоги. Нужно увеличить зарплату учителям. Это не очень наша с вами встреча. Очень здорово, когда у нас есть возможность действительно аккумулировать, наверное, предложения от нас, от сообщества и озвучивать эти предложения. И двигать, потом решать все проблемы, которые есть в сфере образования, те, с которыми вы каждый день сталкиваетесь, которые требуют оперативного решения. В предстоящее воскресенье 19 июня православные отметят Троицу. Предваряет праздник Троицкая родительская суббота, в которую принято посещать храмы, а затем кладбище, чтобы помянуть ушедших родственников. В Чубаксарах в эти дни изменится движение транспорта. В выходные с 7 утра и до 7 вечера движение будет ограничено по улице Богдана Хмельницкого от перекрестка с улицы Юлиуса Фучика и Алатарскому шоссе до железнодорожного переезда у Карачуринского кладбища. Проехать туда можно будет только автобусом. На маршруты номер 14, 10, 3 и 249 выпустят дополнительные автобусы. Цена проезда в праздничные дни останется прежней 16 рублей. Весенний праздник земледелия Катую прошел в каждом районе республики. Урмарцам он запомнится первым в истории района суперкубком по мини-футболу. Спортивный праздник посетил секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Малов. На этот раз на футбольном поле встретились победители прошлых игр. Команда «Старые Урмары» и «ФК Урмары». К итоговому матчу ребята готовились основательно. Раз в неделю у нас совместная игра. Стараемся постоянно совмещать, как-то привыкать друг к другу. Вот сейчас праздничный день сегодня. Тоже решили вместе сыграть. А так все постоянно вместе играем. Мы будем настраиваться на борьбу. Суть, что победит, это товарищеская игра. Со счетом 3-1 победила команда «Старые Урмары». Но победу пришлось добывать с боем. Переживаний и игрокам, и болельщикам добавил тот факт, что в эти дни российская сборная также бьется на чемпионате Европы по футболу. Ну а мы сегодня дали здесь старт суперкубка на Урмарской земле в рамках нашего праздника «Катуй». Праздника песни, труда и спорта. Сегодня урмарские звезды будут радовать своих болельщиков красивой игрой, красивыми забитыми мячами. Я уверен, что все мы в рамках этого праздника получим массу положительных эмоций. От спорта, от любви к родной земле. Ну и, конечно же, мы все находимся в ожидании с верой в победу нашей команды. В рамках спортивного праздника состоялся турнир по чувашской национальной борьбе к Киришу. Боролись за победу в прямом и переносном смысле и спортсмены из соседних республик. Среди них и самые маленькие борцы. После драки кулаками не машут, зато танцуют и поют. По словам самих урмарцев, в этом году котой выдался особенно ярким и спортивным. Дарина Игнатьева, Россия Мухаммедов, Республика. В селе Лаш-Таеба Яльчикского района завершается строительство православного храма. Первый камень под его основанием был заложен 7 лет назад. Недавно была определена и дата открытия новой церкви. Когда здесь проведут первую службу, выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев. Церковные колокола в этом селе зазвучали вновь два года назад. Строительство нового храма идет полным ходом. Здесь уже установили купола, завершается отделка алтаря. Возводить церковь помогают жители окрестных деревень и меценаты. Кто-то рублем, а кто-то и руками. На протяжении вот уже 70 лет службу приходится проводить в небольшом молельном доме. Старая церковь в селе Лаш-Таеба была разрушена в начале 40-х во время второй волны репрессий. Здесь она простояла ровно век. Новый храм назвали в честь Николая Чудотворца. Его образ уже украшает алтарь. Это будущий наш алтарь. До 2-4 сентября будет освещение, открытие этого храма. Будем здесь служить. Храм находился на этом же месте. Вот фундамент мы нашли. Вот уже 7-й год строим. Со дня на день в новом храме начнут устанавливать и иконы. Многие из них отцу Силуану были переданы в дар. Икону Иверской Божьей Божьей Батери прислал Сафона, написанная. Сафон, я священный перед Чудотворным образом, с Иверской вратарницы. Отец Паисий, наш земляк, с Янтикова, он там более 30 лет подвязается. Вот эту икону и еще вот скорую послушницу, эту Сафону. Недавно в приходе села появилась вот такая старинная икона. Отец Силуан рассчитывает, что и она займет свое место на иконостасе. Мне передали старинную икону, мы хотим реструлировать. Если все пойдет по плану, то новый храм в селе Лащ-Таеба будет открыт в начале сентября. Его планируют осветить в день иконы Владимирской Божьей Матери. Этого события ждут жители всего района. Дмитрий Ковалев, Эндрик Шоклев, Республика. Синоптики предупреждают, это лето будет жарким. К счастью, спастись от палящего солнца всегда можно в прохладном театральном портере. Несмотря на то, что сезон в Цюзе закончился в конце мая, творческая работа коллектива продолжится до середины июля. Под занавес театралы подготовили премьеру. Нашей съемочной группе удалось побывать на генеральном прогоне мелодрамы «Аллен Делон». Наша жизнь очень часто задает вопросы, получить ответы на которые бывает непросто. Вот и главная героиня мелодрамы Полина Аркадьевна всю жизнь хранила страшную тайну и гадала, за что так жестоко обошлась с ней судьба. Сокровенную тайну пожилой уже женщина неожиданно узнает верная подруга и соратница Лесьена Ивановна. Тут и происходит завязка сюжета, в котором сплетаются тени прошлого и робкие надежды на счастливое будущее. Тут взаимоотношения людей, как они строятся, как они выстраиваются. Потому что, говорят, женской дружбы нет. Это, как говорят, дружить надо уметь. Несмотря на то, что главная героиня переживает острые драматические моменты, на протяжении всего спектакля сохраняется атмосфера легкости, доброты и искренности. В спектакле нет острых сцен и спецэффектов, которыми грешат начинающие режиссеры. Мелодрама «Лэн Делон» построена на исключительной игре актеров, которая позволяет зрителю увидеть себя в образе того или иного героя. Данный спектакль направлен на зрителя, у которого есть вопросы к жизни. Он не избегает вопросов, а просто ставит вопросы и пытается их разрешить как-то. И каждый находит какой-то свой выход. Где чебоксарские школьники могут провести каникулы, в каких лагерях есть образовательные и спортивные программы. Что нового появилось в оздоровительных учреждениях? Ответы на эти вопросы в программе об этом подробнее. Она выйдет в эфир сегодня в 21.30. Впереди еще блок интересной информации. А у меня на этом все. До свидания. Сварщики, сантехники, электрики, монтажники, каменщики, кровельщики. Иными словами, рабочие профессии высокой квалификации. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, они всегда входят в топ-10 востребованных специальностей. Освоить эти профессии, повысить квалификацию, пройти переподготовку, научиться работать самым современным высокотехнологичным оборудованием предлагают в многофункциональном центре прикладных квалификаций «Умный дом». Его в рамках реализации майских указов Владимира Путина в 2014 году создали на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. В отделении дополнительных образовательных услуг разработано более 52 рабочие программы по подготовке рабочим профессиям. Из них 32 профессии. Это непосредственно подготовка и переподготовка повышения квалификации работников в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, строительства и энергетики. В структуру центра входит несколько образовательных площадок. Одна из них – учебно-производственный полигон «Умный дом». В лаборатории современной электронной сантехники учащиеся ознакомиться с последними разработками в этой области, особенностями процесса монтажа, эксплуатации, ремонта. Мы изучаем санитарное оборудование, последовательность монтажа данного оборудования, способы установки и регулирования. Я думаю, что знания, данные мне в этой лаборатории, помогут мне найти работу и быть востребованным на рынке труда. Про эти обучения здесь могут даже те, кто по профессии сантехникой не связан, но хочет разбираться в этом вопросе, к примеру, при замене сантехнического оборудования у себя дома. В лаборатории изучения вентиляции и испытания котлов занимаются в основном те, кто уже имеет рабочую специальность, но хочет стать специалистом более широкого профиля или изучить новинки. Работаю сварщиком, сюда пришел я, чтобы повысить квалификацию для себя же и на будущее. Мы изучаем теплоизоляцию и газовые котлы, кондиционирование. И как бы на будущем, может быть, и в профессии поменяется. Это очень хорошо оплачивается. В первую же для молодежи, конечно, это очень важный вопрос. Для сотрудников управляющих компаний, представителей ТОС, ТСЖ и всех, кто хочет грамотно управлять домом и экономить на отоплении, водоснабжении и других коммунальных услугах, в центре тоже есть весьма познавательный курс. Здесь можно изучить принцип работы автоматизированного теплового пункта системы отопления в зависимости от погодных условий и параметров тепловой сети. В большинстве домов уже стоят автоматизированные блочные управления, отопление и горячее водоснабжение. Поэтому специалисты такого профиля будут очень востребованы. В лаборатории автоматизации инженерных сетей специалистов обучают управлять сетями дистанционно, то есть с одного пульта или места, а программировать температурный режим в отопительный период. Здесь изучают контрольно-измерительный прибор и все виды датчиков. Для изучения современных энергосберегающих технологий в центре создана лаборатория альтернативных источников энергии. На территории техникума функционируют ветрогенераторы, солнечные панели. Они не только служат учебным пособием, но и частично обеспечивают центр электричеством. Еще одна образовательная площадка центра – учебный центр повышения квалификации «Техно-Николь» Строительной академии. Здесь все желающие могут пройти обучение по использованию новых кровельных материалов и гидроизоляции фундаментов. Обучение проводится по следующим направлениям. Устройство плоских кровель из битумно-битумно-полимерных материалов, устройство плоских кровель из полимерных мембран, гидроизоляция строительных конструкций, устройство кровель с применением гибкой черепицы «Шинглос», утепление фасадов. Строительные темпы ежегодно растут. Появляются новые строительные материалы и технологии. Наши специалисты и рабочие постоянно проходят обучение в учебном центре. После обучения рабочих специалистов зарплата где-то на 15-20% повышается, потому что ускоряются темпы строительства и качество выполняемых работ. Группы для обучения формируются по мере набора. Вся информация о центре, учебных программах, стоимости и сроках обучения на сайте Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова